Факты в лицах В этом году объезды и осмотры дорог мы начали рано, с 1 марта. Причин здесь две. Первое, погодные условия ускорили процесс, который надо контролировать. Второе, в прошлом году, в 2021 году мы имели большие неприятности с водоотводом, с территорией дорог и прилегающих, в общем-то, несколько участков не просто подтапливалось, были затоплены. Для того, чтобы динамику рассказать про это, я поднял свои материалы. В 2017 году, перед началом сезона ремонтных работ, мы предложили подрядчикам решить несколько проблем. Я не буду их перечислять, они в акте указаны. К чести дорожников в течение 2017 года практически все наши предложения были учтены и выполнены. Как пример. Два примера призову. Ну, вы поняли, поясните. Поясню, да. Около Коксахим производства, там полностью затапливалось все. Решили проблему подрядчику БТ. Дальше, если знаете, газовая заправка есть в самом низком месте, там полное затопление, перевод паводка шло. Это тоже на восточном шоссе. Да. Мы предложили там дополнительный колодец поставить, отвезти воду в коллектор, который шел из Коксахим производства до реки Кушева. Эта проблема тоже была решена. То есть, те замечания, которые мы высказали, были разрешены в течение 2017 года. И в итоге, 17-й год, 18-й год, 19-й, 20-й, мы прожили без всяких потрясений. В этот вод обеспечивался. Были локальные подтопления, но они оперативно устранялись, и не было таких существенных проблем. Исключением оказался 21-й год, когда мы имели очень серьезные проблемы. Я перечислю, если не все, то часть объектов. Береговая ударная полностью была затоплена, трамвайное движение остановлено, и с решением данного вопроса боролись в течение 3-4 дней. И только после этого, значит, устранили это дело. Улица Алтайская, о котором говорили. Там затронено было движение общественного транспорта, полное затопление этого участка. Дальше улица Цементная. Обидно, что в двух метрах находится река Малая Кушева, а мы затопили всю улицу Цементную только из-за того, что один бордюр надо было убрать и взять лоток для выпуска воды. То есть, вот таких примеров, значит, можно привести, их свыше 10. Поэтому, вторая причина, почему мы начали, исключить повторение того, что было в 2021 году, в этом 2022 году. Ну, по крайней мере, наверное, в 2021 году причины как-то устранялись, да, в течение лета, летнего сезона, для того, чтобы избежать повторов. Устранялись, вот об этом и речь веду. А проверка, проверка осуществляется на следующий год. Хорошо ли все сделано. К сожалению, в этом году повторилось это затопление на улице Береговой Ударной. Правда, отреагировали быстро, там бригада, 7 человек, я лично выезжал туда, поработали часа полтора. Устранили это дело, но все-таки это повторилось. Дальше новые участки подтоплений появились. Во время объезда улица Уральский проспект, нормально все, повернули на Октябрьский проспект, где местный проезд с правой стороны, новый, построенный. Целое озеро. Потребовалось вмешательство дорожников и в течение часа устранили, но этого не надо было допускать. Еще проблему мы имели с улицей Верхней Черепаново. Там просто-напросто надо было прочистить трубу, через которую проходит, через тротуар сбрасывается вся эта вода. Ну и этот вопрос тоже был решен, но все-таки проблема появилась. Поэтому по водоотводу, конечно, на порядок лучше, чем в 2021 году, без сомнения. Мы справились со всеми задачами, но тем не менее, вот такие, так сказать, проблемы. Но сейчас, наверное, на заметку тоже этот год, что где там где-то почистить, где-то трубы... Безусловно, безусловно. В этом году, во время ремонтных работ по дорогам, одновременно мы будем смотреть, при приемке этих объектов, будем смотреть состояние ливневой канализации и ход его подготовки к зиме, безусловно. Вы, кстати, еще говорили по поводу вот этих участков. Один из них, так же, как и в прошлом году, это улица Алтайская. Там с полей постоянно бежит вода во время отаяния снега. В этом году опять же такое было. И она не столько попадала в ливневые колодцы, сколько по дороге лилась. Я здесь хочу на две вещи обратить внимание. Вот у нас на дорогах для водоотведения имеется около 1100 колодцев. Из них треть – это смотровые колодцы. Остальные – дождеприемные колодцы. Если дождеприемные колодцы работают нормально, не факт, что все нормально с смотровыми колодцами, потому что они находятся достаточно далеко от проезжей части. Во-вторых, зимой необеспечена доступность к этим колодцам и ждем, когда оттает снег, когда снег будет удален. И только после этого узнаем, каково состояние. Вот предполагаю, что на улице Алтайской какой-то из колодцев, который или вычистить надо, или трубу. Это будем отсматривать и проконтролируемо. Во всяком случае, подрядчик обещал разобраться и решить этот вопрос. У нас такой же вопрос точно на улице Салдинской. Я лично по поручению депутатов Думы выезжал, два совещания проводил и с жителями, и с подрядчиками на этом участке, где оказались затоплены частные дома. И только после вмешательства главы города процесс пошел. На Салдинской, в общем-то, все устранили. Но на улице, где улица Юности пересекает труба, которая идет с Салдинской, там есть проблемы. Мы выезжали туда, механизмы работают, работы ведутся, но пока работа еще не закончена. Тоже будем контролировать доведение до конца этого вопроса. И еще один момент. У нас очень много дорог с уклонами, минимальными для отведения. И очень важное значение имеет, в каком состоянии находятся участки, около бордюра прилегающие. Достаточно 20-30 сантиметров или засоренного, или замерзшего, вода не может из-за малых уклонов поступить к дождеприемным колодцам. Поэтому важное значение приобретать, своевременно очищать пространство около бордюров. Тогда и вода может уходить. В общем, дальше что могу сказать, что в этом году снега вывезено порядка 130 тысяч тонн. Это прилично по сравнению с прошлыми годами? Ну, это недостаточно. Вообще, в наше советское время предлагалось 60% накопления снега вывозить, 20% перекидывающими короторными снегоочистителями за пределы проезжей части, и 20% оставались в валах на второстепенных улицах для таяния. Вот такой расклад был. И еще один момент. Снежные свалки. Это прямо, так сказать, бич. Не будет сказано... В свое время я через реку Визовку пропускал больше 100 тысяч тонн снега. Сплавлял. А сейчас это законом запрещено. Поэтому оборудована снежная свалка – это залог того, что снег будет регулярно вывозиться и складироваться, и соответствующие там процедуры по таянию, по отводу и так далее будут разрешены. Мы выезжали, показали участок, там будут подрядчики заниматься этим вопросом. Вот такой вопрос. Второй этап осмотра состояния дорог – это, собственно, непосредственно покрытие, как оно пережило зиму. Что можете по этому поводу сказать? Когда начали осматривать, все ли районы объехали? Если итог вот с конца начинать, в общем, вполне достойно, скажем, мы в этом вопросе, по сравнению, конечно, с прошлыми годами, встретили 20... – В нынешнюю весну. – В нынешнюю весну. Что я хочу сказать, чтобы неправильно не поняли меня. Дело в том, что вот оценку, если давать состоянию дорог, у нас четыре, так сказать, подхода. Без замечаний, незначительные дефекты, значительные дефекты и критические дефекты. Критические дефекты – это надо останавливать, движение должно быть запрещено до принятия мер. А с остальными видами дефектов может функционировать дорога, но принимать надо меры к их ремонту. Значит, у нас какие дороги? В общем-то, неплохо мы вышли, как я уже сказал, но такая дорога, как Черноисточный тракт, имеет значительные дефекты. Дальше, я уже говорил, Верхний Черепаново, участок с большими, значительными дефектами. И улица Индустриальная, от Кокосовского производства до поворота на НТМК, на Целковского. Дорога ремонтировалась в 1913 году. Уже 9 лет прошло. В 2013 году. Давно пора делать эту работу, но, к сожалению, из недостаточных средств не включается в план. И в этом году будем обходиться текущим ямочным ремонтом по этой дороге. А здесь, посмотрите, этот объект связывает весь Дзержинский район с Нагилстроевским районом. В этом году будет Балакинское делаться, то есть сквозной проезд на рудник 3-го динарда ветеринационала. И дальше по береговой Краснокаменской можно на выехать, куда ехать. А вот этот кусок выпадает. Из-за того, куска этой, могут быть проблемы. А вот каким образом можно восстановить какое-то хирургическое вмешательство, образно говоря, можно сделать? Ну, невозможно ничего, нет. Надо смотреть какие-то дефекты, ямы, допустим, провалы. Их объединить в одну общую карту, вырезать, заасфальтировать. Значит, самый простой метод – это ямочный ремонт провести. Все это будет зависеть от того, как организовано будет финансирование. Потому что в объемах подрядчики наши могут выполнить эти работы. Какие есть варианты, как можно ремонтировать и профинансировать? Ну, вопрос, наверное, так сказать, не ко мне, а к службе заказчика и службе городского хозяйства. Но я думаю, что глава постоянно заботится о том, чтобы финансирование увеличилось. Если будет какое-то окно, я думаю, что будет. Если не в этом году, то на следующий год надо включать. Так же, как черноисточинский тракт. Какие, например, еще дороги можете назвать, которые необходимо подрихтовать? Вот к предстоящим праздникам 9 мая, например. Ну, я тогда не буду касаться Зержинского района. Там мемориал один. И, значит, там, в общем-то, есть кому следить. И мы проезжали, видели, что там обстановка достаточно нормальная. Здесь надо нам, вот завтра мы наметили объезд, проверить центральную часть. Это проспект Ленина в первую очередь, проспект Мира, улица Красноармейская, Пархоменко, Агарково, Первомайская. Это там, где будет скопление сбор всего народа, который выходит на демонстрацию. И дальше на мемориал. Это фрунзо, краснознаменная. И до мемориала мы посмотрим, как обстановка и свои рекомендации выдадим. Кстати, напоминаю, что каждый четверг мы проводим штаб. Егор Владимирович Копусов проводит штаб каждый четверг. На этом штабе мы рассматриваем все возникающие вопросы. И находится решение этих проблем. Какую-то оценку можете поставить в состоянии тагильских дорог после тех осмотров, которые уже состоялись? Я уже говорил, что трудно сказать, что в отличном состоянии. Но не в самом плохом. Я пользуюсь еще информацией с соседних городов. По сравнению, у нас достаточно... Благополучная ситуация. Да. И еще я не обозначил это санитарное состояние. В этом году, и не только я, вся комиссия подчеркнула, что во время объездов, что санитарное состояние резко улучшилось по сравнению с прошлыми годами. Нет такого накопления мусора. Это результат работы и самих дорожников быстро подбирают. Но я думаю, что каким-то образом и культура населения, значит... Может, что-то меняется. Что-то меняется. Благодарю вас за участие в нашей программе об осмотрах тагильских дорог, о том, что предстоит сделать в плане содержания, нам рассказал заместитель председателя городской комиссии по сезонному осмотру автодорог Руслан Пшизов. Всего доброго. Оставайтесь на Тагил-ТВ. Субтитры подогнал «Симон»!